Наши семинары по обработке изображений с использованием бесплатных, свободно доступных программных продуктов, таких как Fidja. И на прошлом семинаре мы с вами посмотрели возможность использования макросов, то есть возможность записать все действия, которые вы можете выполнять вручную, открывая определенные пункты программы, определенные меню, задавая какие-то параметры. И мы с вами остановились на очень простом макросе, который у нас выполнял только одну функцию. Сегодня мы должны будем поговорить о том, как при помощи макроса можно запросить у пользователя какие-то внешние данные, например, число для обработки каким-то фильтром, например, файл, который нужно открыть или обработать, или директорию. Мы с вами поговорим немножечко о полезных шаблонах, которые я просто дам для дальнейшего использования. И первым шаблоном, который я с вами поделюсь, это шаблон, который позволяет что-то сделать со всеми изображениями, которые у вас находятся в определенном каталоге. Например, у вас в каталоге лежат ваши изображения, ну, к примеру, для выравнивания фона. И вы можете потом в макросе, в цикле пройти все эти изображения и все их исправить, например, убрать у них этот фон. Либо, другой пример, вы можете хотеть на этих изображениях что-то посчитать. Если они сняты с одного препарата, если это много полей зрения, то понятно, что вручную открывать и считать каждый препарат будет сложно. С другой стороны, в таком макросе, который будет обходить все файлы в каталоге, вы можете при желании задать совершенно любую последовательность действий, в том числе и подсчет, например, клеток. После того, как мы поговорим про некоторые простые операции с использованием макросов, нам нужно будет поговорить о сегментации с использованием уже других параметров. Для начала мы остановимся на сегментации изображений при помощи цвета, потому что одна яркость, к сожалению, нам не всегда подходит. Ну, самый простой пример. Представьте, что у вас есть флюисцентное изображение какого-то быстро меняющегося процесса, который вы снимали не на черно-белую камеру, каждый канал отдельно, а на цветную камеру, потому что у вас не было времени переключаться между разными каналами. И в итоге у вас теперь, например, три канала, условно говоря, красный, зеленый и синий, но это не красный, зеленый и синий с точки зрения камеры. И поэтому у вас синий канал, например, Дапи, окажется также еще в зеленом и частично в красном. И так далее. Если вы теперь захотите выделить какую-то интересующую вас часть препарата, то вам придется выделять не просто разбив на каналы, так как разбив на каналы вам, к сожалению, не даст желаемого результата, а использовать информацию о цвете. То же самое бывает полезно для использования, например, гистологических препаратов, которые сами по себе, информация о цвете которых дает много, ну, скажем так, важна. И, естественно, здесь же изображения, которые уже не относятся напрямую к микроскопическим изображениям, но также могут быть посчитаны изображения, например, гелий, например, колонии каких-то бактерий, вырабатывающие разные, к примеру, флуоресцентные белки, та же самая бело-синяя селекция и так далее. После того, как мы с вами познакомимся с сегментацией с использованием цвета, мы с вами поговорим об использовании так называемых текстурных фильтров, которые позволят нам сегментировать более сложные объекты. Ну, самый простой текстурный фильтр – это размытие. Предложим, что у нас объект, граница которого очень нечетко видна, и она сильно размыта, но есть также у микроскопа шум. Если вы теперь этот объект немножечко размоете, то вот эти вот маленькие части, они также размоются. И теперь вы можете этот объект выделить уже достаточно хорошо при помощи программы целиком. И такой выделенный объект можно уже использовать для какого-то подсчета при необходимости. Также мы с вами поговорим после этого о бинарных операциях, потому что операция сегментации – это самая простейшая операция перевода любого изображения в бинарный формат. У вас остается только и исключительно два значения – фон и объект. Естественно, после этого мы поговорим еще об одном макросе, который позволит нам теперь вот эти выделенные нами на нашем препарате области посчитать, сохранить в виде отдельных областей. Ну и дальше фантазия уже, в общем-то, ничем не ограничена. Можно сделать любые дальнейшие доработки. То есть это будет макрос, который будет в цикле проходить все отмеченные нами области интереса на препарате и что-то с ними делать. Ну и последнее, что нам может быть интересно, что мы за сегодня должны успеть пройти – это выделение объектов внутри других объектов. Самая простая мысль, которая здесь может прийти в голову – это окраска на флуицентную институ гибридизацию, где у вас есть внутри ядер какое-то количество меток. И вы, например, хотите эти метки посчитать. Ну и в некоторых случаях, например, это может быть значимо, продвоение может быть там. И тогда первым делом мы должны будем с вами отсегментировать ядра, потому что у нас их может быть много на нашем изображении, и дальше внутри уже этого ядра посчитать вот это количество точек – зеленых, условно-синих и условно-красных. И вот это вот как раз и будет называться выделением объектов внутри других объектов, либо еще есть такое название – вложенная сегментация. Ну а начнем мы с вами все-таки с использования макросов. И первый макрос, который мы с вами сейчас сделаем – макрос, который будет спрашивать у пользователя некое цифровое значение и каким-то образом использовать его для обработки. Все макросы, которые мы сегодня будем использовать, я прикрепил в чате. Их можно будет при необходимости себе сохранить. Ну, опять же, если вдруг они не дойдут, скажите, я их пришлю вам по почте. В нашем фидже я открыл изображение для обработки. Здесь есть в сэмплах изображение вот таких точечек, называется blobs, мы с вами с ними уже знакомы. И если мы посмотрим, что будет писаться в макрос, в случае, если мы включим их запись, если мы для этой картинки сделаем просто размытие, мы пойдем в процесс, пойдем в фильтры, и здесь есть гауссовское размытие. И, предположим, оставим здесь, как вот стоит, значение 4. То, что мы увидим, команда, которая действительно выполнила программа, это запуск плагина гауссовское размытие со значением sigma равно 4. Что мы можем сделать? Мы можем теперь повторить то же самое в виде макроса, но спросить это напрямую у пользователя. И, собственно говоря, наш макрос сделает то же самое, что мы сейчас сделали вручную. Мы можем открыть какую-то картинку, которая нас интересует, пускай будут те же самые blobs. И если мы теперь этот макрос запустим, мы увидим, первое, что он делает, он спрашивает в диалоге значение у пользователя, насколько размывать эту картинку. Второе, он выполняет точно так же команду размытия, но посмотрите, здесь sigma равняется не какому-то числу, а вот этой переменной, которую мы получили на второй строчке. То есть, если мы теперь возьмем нашу картинку, запустим наш макрос, у нас появится диалоговое окно от этого макроса, спрашивающего, насколько нам размыть картинку. Ну, давайте 5 поставим, например. Нажмем ОК. Вот мы получили с вами размытую картинку, как и планировали. Понятно, что это пример очень сильно упрощенный. И если вы захотите более подробно посмотреть о том, какие функции в этом языке для image присутствуют, я рекомендую перейти вот на этот сайт. Это как раз инструкция к image, к его макроязыку, где перечислены все функции. Мы с вами использовали функцию getNumber, получить номер. И, собственно говоря, вот эта решеточка G, это переход сразу же в списке функций, на функции, которые в своем названии имеют первой буквой букву G. Понятно, что это крайне упрощенный вариант. Предположим, что нам нужно спросить у пользователя сразу же много каких-то параметров. И здесь я возьму уже готовый макрос, который был прямо с этого сайта, в виде демонстрационного взят. Это макрос, который спрашивает в диалоге сразу же много параметров и создает новую картинку. Давайте на него посмотрим, что он себя представляет. У нас есть некая переменная заголовок, которую мы называем untitled. Неважно. Мы задаем некоторым переменным ширина, высота, какие-то значения. И вот эта часть создания диалога. То есть между диалог create и диалог show мы можем поставить с вами все поля, которые мы хотим у пользователя спросить. Например, название картинки. Причем, смотрите, после названия мы передадим это название, которое у нас здесь в переменной title уже записано. Тип картинки. 8-битная, 16-битная, 32-битная, цветная, как вы хотите. Ширина, высота. На самом деле в этом диалоге можно было бы прописать это в виде переменных, но пускай будет таким образом. Хотим ли мы получить сразу же картинку просто белую, либо мы хотим получить неградиент. И показать диалог. После того, как диалог показан, он возвращает переменные вот таким образом. Переменные, которые мы хотим получить. И просто по номеру диалога, первым диалогом у нас был addedString, соответственно, добавить строчку. И, соответственно, первое, что мы получим, getString, эту же строку, переменную заголовок. Следующим у нас был вопрос о том, какую мы с вами используем здесь тип изображения choice. Ну и, соответственно, здесь точно так же он у нас будет использоваться и дальше. Давайте запустим и посмотрим на примере, что нам такой макрос даст. Мы его запустили и получили вот такой диалог, который мы можем прямо в программе и увидеть. Название title. Здесь вот title есть. Переменная title у нас содержала название untitled, не названный. Вот, соответственно, оно здесь и осталось. Тип 8-битный. Ну, собственно говоря, да, мы его и поставили первым. Ширина, высота 512. Вот наши две строчки. Добавить номер, ширина 512. Добавить номер, высота 512. Ramp. Чтобы картинка была не пустая, а с градиентом от максимально до минимального цвета стоит. Диалог show. Вот этот диалог показался. И на этом моменте программа после диалог show ждет, пока мы нажмем кнопочку OK. Давайте ее нажмем. И то, что нам программа сделала, очевидно, вот это новое окно с размерами 512 на 512 точку, мы просили, с 8-битным разрешением. И так как у нас вот этот ramp стоял, как правда, true, он, соответственно, нам сделал картинку с градиентом. Таким образом, если вам нужно в вашем макросе будет у пользователя, то есть у вас или кому вы этот макрос будете отдавать, ввести какие-то параметры, вы можете использовать вот этот шаблон, чтобы ничего самим не писать, а просто его скопировать, как-то себя поправить, для того, чтобы спросить у пользователя номер, строчку, выбор из нескольких возможных вариантов, чекбокс, который вывернет только два значения, правда или ложь. Ну и, соответственно, почитать теперь эти полученные значения в переменные, которые вы дальше можете использовать. То есть, в принципе, мы могли бы предыдущий диалог переписать более грамотно, могли бы спросить, какую именно картинку мы хотим открыть, например, у пользователя. Могли бы сделать более красивый диалог, но это уже все косметические доработки. Самое главное, что мы теперь можем с вами делать две вещи. Первая вещь, которую мы с вами можем делать. Мы знаем, как использовать переменные. Вот это вот сигма в первом макросе, который мы получали от пользователя в виде запроса «Получить номер», который мы дальше добавили уже в выполняемую нашим имиджей под программу, которая размывала изображение. Понятно, что у нас здесь много таких может быть уже отдельных действий, и если у нас таких действий много, и мы хотим много разных параметров менять, чтобы посмотреть, что произойдет, можем использовать вот такой шаблон для построения своего собственного диалога, чтобы получить сразу же много переменных. И следующий макрос, который нам понадобится, это макрос, который позволит теперь нам обработать каждый файл в цикле. Согласитесь, что если у вас есть одинаково в условиях снятое много изображений, то, наверное, было бы очень удобно эти изображения обработать совместно. И что делает этот диалог? Значит, этот диалог чуть-чуть более сложный для начала. Во-первых, мы нашему макросу сдаем имя, потому что если вы установите ваш макрос в программу, а его можно просто скопировать, то вот здесь вот у вас может появиться уже название ваших макросов, которые вы используете. То есть вы можете их при необходимости выполнять прямо через меню. Вам не надо будет каждый раз их загружать, каждый раз его использовать. Вам будет достаточно просто здесь выбрать макрос. Если у него будет задано имя, он будет уже в программу установлен. И использовать как обычный плагин, которых здесь вот у нас достаточно много. Сейчас я найду макросы, чтобы показать, где они лежат. Макро, макро, макро. Ну, то есть будет установлено в этот же диалог, и вы сможете им пользоваться. Теперь, собственно говоря, сама по себе работа программы. Первое. В переменную директорию мы пользователя спрашиваем, какую директорию открыть. И сюда копируется полный путь к той директории, которую мы указали. После этого функция getFileList, она берет эту директорию, читает все файлы, которые в ней есть, и помещает в массив names. То есть names – это переменная, где, как в табличке, у вас расположены теперь все имена файлов. И вы можете их оттуда прочесть. Ну, и последнее, то, что нам понадобится, это цикл, который будет менять нам переменную и номер внутри этого списка строчку. От минимального равного единицы от первой строчки до максимальной длины, то есть сколько у нас элементов всего в этом массиве есть. И после этого, внутри этого цикла, можем разместить свои какие-то уже действия. Ну, первое действие – нам нужно этот файл открыть. Понятно, что если мы просто пройдем файл, ничего открывать не будем, ничего интересного не будет. И для того, чтобы его открыть, нам нужно передать нашей программе полный путь, не только названия файла, но и директорию. Директория у нас есть в первой переменной, мы, естественно, пользователи просили ее выбрать, а names и в скобочках и мы из таблички имен файлов выбираем имя файла по номеру строки. То есть первый файл будет единичка, второй файл будет два, третий, ну и сколько их там есть. И дальше команда open просто открывает у нас эти изображения. Ну и давайте попробуем этот макрос простенький запустить и посмотреть, что он нам сделает. После запуска он открывает вот такой диалог, где мы можем выбрать с вами как раз какую-то директорию. Ну вот, например, директория фиш. У меня тут есть некоторое количество картинок. Я говорю select, и он мне открыл, видите, все картинки, которыми у меня в директории лежали. Понятно, что раз мы их можем открыть, дальше мы можем делать с ними любую обработку. Мы можем их теперь сохранить как, например. Мы можем их, опять же, размыть перед сохранением. Мы можем посчитать, то есть дальше вы можете вставить в этот цикл любую удобную и нужную вам уже реальную нагрузку. Давайте посмотрим, что мы можем сделать и как мы можем дальше оперировать с этими изображениями. То, что я рекомендую сделать. Здесь зеленым цветом и двумя косыми чертами отделены так называемые комментарии. То есть эта часть программы не выполняется. Это только для нас. Некое объяснение, что она делает. Либо, если нам нужно какую-то строчку программы сделать неактивно, чтобы она не выполнялась, поставив две косые черты, мы можем сказать программе, чтобы она строчку просто проигнорировала. Что я рекомендую сделать? Ну, во-первых, мы можем выполнить любую команду, командные строчки нашей операционной системы. Например, так как в данном случае я показываю это на Windows, то здесь есть cmd.exe, это как раз терминал, командная строчка, которая может попросить, сказать, выполнить команду mkdir создательной директории и создать внутри нашей директории под директорию обработанное изображение. То есть у нас, например, есть директория fish, где лежат картинки, сделанные по этому методу. После выполнения вот этой команды, если мы ее раскомментируем, мы с вами получим внутри нее под директорию processed. То есть изображение обработанное. Дальше, после открытия нашей картинки, мы теперь можем ее сохранить как в эту директорию. Последняя часть, переменную outpass, в данном случае мы можем назвать ее как угодно, просто удобнее назвать как-то понятно. Это тот путь, куда будут сохраняться наши изображения. Мы эту переменную сделаем из двух частей. Первая – это директория, которую указал пользователь, плюс мы назвали под директорию processed, вот она, плюс имя файла, которое у нас сейчас как раз было открыто. И таким образом мы, например, можем, если мы сейчас запустим эту программу, добавив сюда вот save as, соответственно, как tiff, мы с вами сохраним просто все изображения из директории, которую мы указали. Под директорию внутри нее, которая будет называться процесс, ничего с ними не делаем. Ну и последнее, мы можем еще закрыть эти картинки, чтобы они не оставались у нас открытыми на экране, не потребляли лишнюю память. И теперь в вот эту вот часть между open и save вы можете вставить любую логику. Например, вы можете картинки, прежде чем сохранять, к примеру, размыть. Сделать это очень просто. Вы можете вашу картинку использовать последнюю открытую как активную. И, в принципе, тогда вы можете взять просто функцию размытия. Она у нас была вот здесь вот, user input. Давайте мы ее просто скопируем. Ну, сигму я поставлю беспеременной, как у мы там, перпять пускай у нас будет. И если мы теперь выполним вот такую программу, то у нас программа спросит директорию, какую мы хотим открыть с картинками. Она прочитает все картинки в этой директории. К сожалению, правда, не только картинки, но любые файлы там лежащие. Чуть-чуть сложнив программку, можно сделать, чтобы она выбирала только картинки, например, только файлы с расширением, к примеру, TIFF. Дальше. Она создаст под директорию обработанное изображение. Она в цикле будет открывать каждую картинку из исходной директории, размывать ее и сохранять под директорию обработанных картинок. После чего будет эту картинку, чтобы она нам не мешалась, закрывать. Давайте посмотрим, как эта программа сработает. Запустим ее. Я возьму ту же самую директорию фиш. И если у меня нету большого количества русских букв в пути к этим файлам, то все сработает хорошо. Вот такая проблема может возникнуть. Если у вас Windows, и если у вас в пути есть русские буквы, а у меня, видите, русских букв здесь много, то старая версия Ява с русскими буквами может не работать. Это единственное ограничение, которое в данном случае присутствует. Как с этим бороться? Да сохраните просто картинки, которые вы обрабатываете, на диске без русских букв в названии. Если я теперь сохраню эту папочку фиш, например, на диск, где у меня нету русских букв, то эта программа сработает уже без ошибок. Давайте мы это сделаем. Запустим наш макрос. На этот раз уже с диском, без русских, японских и так далее букв. И вот наши картинки обработаны. Видите, мы их размыли как раз как хотели. И если мы теперь посмотрим на наш каталог, вот у нас картинки, которые были открыты. Вот картинки обработаны, которые у нас сохранены. И, например, мы с вами получили все, что в данном случае хотели. У нас теперь картинки обработаны, сохранены в отдельной директории, с которой мы можем работать. В принципе, опять же, картинки можно эти закрывать, чтобы они не мешали, через закрыть и название. Либо в данном случае, на самом деле, нам даже название не нужно. Мы можем их просто закрывать. Я думаю, что с макросом нужно, конечно, попробовать немножечко вручную поработать, потому что так сразу же немножко сложно, наверное, с ним разобраться. Но... Так, извините, одну ошибку поправлю сразу же. Ее не оставлять. Но, тем не менее, это дает вам теперь возможность при необходимости обрабатывать ваши файлы в таком, условно говоря, пакетном режиме, когда вы можете совершенно спокойно работать с целыми директориями. И вот у нас три картинки обработаны. Три картинки, соответственно, у нас сохранены внутри нашей директории, с которой мы можем работать. Более подробно по макроязыку можно будет посмотреть вот на этом сайте. Здесь приведены функции, которые есть в этом макроязыке. Ну и пример описания функции, которые мы использовали, получили номер, выглядит вот таким образом. Самая все функции, ее параметры, описание, что эта функция делает, и если она используется с какой-то другой функцией, ссылка на нее. То есть при необходимости создания новых макросов можно обратиться к вот этой вот инструкции. То, что нам нужно рассмотреть дальше для работы, это опять же вернуться к сегментации. Но теперь сегментации по цвету. Дело в том, что представление цвета в компьютере, конечно, оно в виде трех каналов красное, зеленое, синее. Но это не совсем отражает реальную ситуацию восприятия цвета нами и формирование цвета при использовании каких-то красок хромогенных, например, или флорохромов. И если мы будем разбивать один и тот же объект немножечко по-разному, например, мы попросим нашу программку Фиджа просто три канала красный, зеленый и синий нам показать. И, как видите, разбивка не очень хорошая. Мы, конечно, видим здесь области, которые имеют в основном синий, в основном красный цвет. Это хорошо. Но область, имеющая переходной цвет, появляется на всех картинках, и это не очень удобно. С другой стороны, можем представить цвета в другой системе цветов, в другой палитре. Например, палитра HSV, где V – это value, яркость. И, как видите, здесь получилось нормальное черно-белое изображение, которое у нас получилось при фотографии на, скажем, пленку. S – saturation – это насколько цвет чистый, насколько он, скажем так, яркий. И H – это hue, оттенок. И здесь по оттенку, как видите, сегментация, в принципе, гораздо более интересно происходит. Давайте посмотрим теперь на эту систему немножечко по-другому. Представим, что у нас есть эта же картинка, и у нас есть цвета красный, зеленый, синий, RGB стандартный. И в трехмерном пространстве мы теперь эту картинку пытаемся представить, дав каждой точке этой картинки эти три координаты. Это красный от нуля до 255, зеленый от нуля до 255 и синий от нуля до 255. Вот здесь в отдельной точке у нас распадаются на какие-то кластеры. Да, несколько кластеров здесь можно, конечно, выделить, но, скажем так, не очень удобно. С другой стороны, если мы теперь попробуем эту же картинку представить в другой цветовой схеме, так называемой HSV, где поворот по этому кругу – это цвет. Расстояние от центра круга до максимального значения – это насыщенность. И вверх, насколько это идет по конусу, это яркость. Соответственно, видите, конус сходится, потому что какой бы цвет мы ни взяли, нулевая яркость – это будет черный цвет в данном случае. И если мы теперь будем использовать вот такой подход, посмотрите, как хорошо у нас разделились в данном случае наши цвета. И если мы теперь задумаем сегментировать это изображение по цветам в палитре HSV, это будет гораздо удобнее сделать, просто потому что кластеры этих цветов будут лучше разделены. Чтобы было чуть-чуть понятнее про эту палитру, давайте еще раз покажу эту систему. Значит, здесь в градусах от 0 до 350, 59 задается оттенок Hue. Дальше расстояние от центра до максимального значения, вот сюда – это насыщенность цвета, соответственно. Ну и вот это value – это, соответственно, значение яркости. Понятно, что значение 0, минимальная яркость любого цвета будет черной, поэтому в данном случае здесь у нас получается треугольник. Давайте попробуем точно так же открыть какую-то картинку и посмотреть, как она будет разбиваться в разных каналах. Я для этого, опять же, возьму нашу программу Call of Fiji и возьму две картинки. Первую картинку, не имеющую большого биологического смысла, всю ту же самую картинку обезьянки. А вторую картинку я возьму уже с реально снятыми клетками, в случае, когда их может быть необходимо снимать на микроскоп, скажем так, сразу же не разделяя на канал. Так, и обезьянка. Если я разобью ее просто на канал красно-зеленый и синий, мы с вами уже видели, не очень информативно, но мы можем теперь посмотреть информацию о цвете в плагинах Color Inspector 3D, и в нем мы можем для каждой точки посмотреть цветовую модель. Вот модель RGB. Как видите, к сожалению, кластеризуется все очень плохо. Есть вот небольшой кластер красных точек, но в остальном все идет такими переходами плавными. С другой стороны, давайте возьмем ту же самую модель HSV, о которой мы говорили, и посмотрите, как хорошо здесь уже на кластеры отдельные, которые мы можем теперь сегментировать. Распадаются эти данные. Это была картинка, скажем так, не имеющая большого биологического смысла. Давайте возьмем другую картинку. Изображение. Не очень, конечно, правильное. Цвета здесь перевораны. Можно взять другую, например, вот такую картинку, если мы захотим. И посмотреть, на какие цвета эти картинки будут распадаться. Точно так же пойдем в плагины. Пойдем в плагин, который позволяет нам увидеть эти цвета отдельно. Color Inspector 3D. Вот он. И посмотрите, как теперь хорошо у нас эти цвета распадаются. Для кластеризации мы можем просто вот здесь линию, скажем, провести, и вот этот кластер у нас будут ядра, вот этот кластер это у нас будет в данном случае элемент скелета. В случае же, если я возьму, скажем, HSV, это будет распадаться еще лучше. Видите, насколько четко делятся теперь эти две отдельные части. Соответственно, в HSV мне гораздо проще будет такую картинку тигментировать. Ну, и давайте возьмем еще вот такую картинку, где красный здесь не совсем красный, а такой оранжевый, зеленый не совсем зеленый, зеленый с синим. И разбиение этой картинки просто на, скажем, каналы красный, зеленый и синий нам не очень много чего даст. У нас будут каналы взаимно перекрываться. Точно так же посмотрим плагины. Посмотрим в плагинах, например, инспектор цветов. И в этом инспекторе цветов, как видите, в случае RGB, ну, много цветов, которые очень сильно перекрываются. Идем в HSV, например, и, как видите, две абсолютно не перекрывающиеся в ярких частях группа назначений. Ну, черный цвет, понятно, они все будут, естественно, сходиться. И теперь мы можем с вами выделять эти значения гораздо лучше. Для выделения изображений по цвету нам потребуется другой подход. Если до этого мы использовали так называемый трэш-холд, и он брал в расчет только яркость изображения, то здесь нам придется использовать цветовой трэш-холдинг. Я открою другую картинку, на которой, понятно, разбиение на каналы RGB абсолютно точно ничего не даст. Потому что здесь как раз флюицентные белки, колонии бактерий с разными флюицентными белками. И вот так это все видит. И здесь видно, что на самом деле три типа колонии есть. Да, условно, циан, такие синие-зеленые, условно говоря, зеленые. И вот что-то такое мадженто, наверное, цвет можно было бы назвать. Розовое. Давайте попробуем сделать выделение теперь по цветам, так, чтобы их можно дальше было посчитать и тегментировать, что-то с ними сотворить. Для этого мы должны будем пойти в меню Image, в меню Adjust. И здесь вместо трэш-холда выбрать цветовой трэш-холд. Call Trash. Выбираем его. И теперь мы можем выбрать, какую зону мы хотим оставить из цвета. Hue. У нас оттенок был. Сделаем черно-белое, чтобы было лучше видно. Вот мы выбираем сейчас только, условно говоря, зеленые точки. Да, у нас остались только зеленые. Точно так же можно выбрать теперь только синие, только красные. И при этом в верхнем диалоге мы выбираем Hue, оттенок. В среднем диалоге мы выбираем Saturation, насыщенность. Понятно, что насыщенность здесь тоже ограничена. Мы можем, в принципе, используя ее, подобрать параметры, чтобы только эти колонии были. Ну и яркость брать нас. Понятно, что если мы возьмем все яркости, мы можем взять что-то лишнее. Нас интересует все-таки то, что уже от фона немножко дальше. То есть вот где-то это, наверное, часть. Таким образом, мы можем с вами получить изображение, которое теперь содержит только колонии зеленого цвета, только колонии вот этого небесно-голубого цвета и только колонии вот такого вот мадженто розового цвета. Если же мы это теперь разобьем не на HSB, например, а на RGB, видите, выделить отдельно колонии нам становится гораздо сложнее. У нас сразу же выделяется несколько цветов. Потому что зеленый и там, и там зеленый. А вот видите, синий и зеленый выделяются совместно. Отдельно синим нам их тоже не выделить. А вот если мы используем как раз палитру цветовую HSB, то выделить любой из цветов для нас не представляется большой сложностью. Что нужно отметить с этим диалогом в виде неприятной особенности? На самом деле, если вы пишете макрос, это не одна команда, а сразу же много команд. То есть, я сейчас опять же скажу, у меня было записано в виде макроса. И если я просто скажу окей в этом диалоге, тут, кстати, его даже убрали в новой версии, то в макрос ничего не запишется. Если я хочу теперь вот эти параметры все запомнить, мне нужно нажать здесь кнопочку макро. И как видите, он написал много-много-много действий, чтобы повторить выбор яркости, которые я только что осуществил. Так же, так как я здесь кнопочку окей в последних версиях убрали, если вы хотите теперь получить сегментированное изображение только этих точек, придется при открытом изображении, при открытом трешхолдинге пойти в анализ частиц и попросить программу, например, показать маски, тогда у вас только эти частицы останутся. Дальше вы можете выбрать, например, какие-то следующие, пускай у нас будет синь зеленая теперь, подобрать границы, чтобы это было лучше видно. Я сейчас делаю немножко неаккуратно, конечно, это нужно делать аккуратнее, чтобы не было по краям, скажем, зеленых точек то же самое. И точно так же анализ частиц. Это у меня теперь другой цвет. Ну и давайте я теперь попробую последний цвет оттегментировать. Я это сделаю немножко грубо, конечно, все нужно делать аккуратнее. Ну и тоже анализ частиц. Я получил три картинки, где у меня каждая колония, видите, каждого цвета отдельно представлена. Я могу эти картинки даже совместить, чтобы сравнить с исходным изображением. Первым у меня были синие, потом у меня были зеленые, потом красные. Давайте я в таком же порядке эти картинки теперь объединю в одну цветную картинку. Для объединения нескольких картинок в цветную картинку нужно будет пойти в меню изображения, цвет, и здесь есть возможность канала объединить. Единственное, что я перед этим сделаю, я их инвертирую. Для того, чтобы они были так же, как флуоресцентные, красиво светящимися. Image, color, объединить каналы. И у меня первым каналом было изображение вот это зеленое, последнее у меня было красное, первое у меня было зеленое, среднее у меня было, ну пускай оно будет синее. Говорю окей. И вот я получил сегментацию этих изображений на чашке Петри. Понятно, что просто по яркости я такую сегментацию сделать не мог. При помощи цвета я могу терять, сегментировать эти колонии, я их могу терять отдельно посчитать, и проблема с цветом в принципе решена. То, что нужно напомнить про этот диалог. Первое, у него нет кнопочки окей, значит считать клетки и выделять мы можем только после того, как выделили и пойти в анализ, анализ частиц. И в анализ частиц указать, чтобы у нас были показаны маски исходного изображения. Второе, если мы здесь пытаемся что-то выбрать, то у нас запишется в наш макрос что-то непонятно. Если мы хотим записать в макрос именно те параметры, которые мы с вами использовали, здесь нужно использовать кнопочку макро, которая как раз таки и запишет в макрос все, что нам необходимо. Ну, давайте пойдем дальше с нашим сегодняшним занятием. Другой пример. Предположим, что у вас опять же объединенные каналы нескольких цветов, например, сняли не при помощи отдельных кубиков, да, опять для Лекции 488, скажем, техасского красного, а по какой-то причине нужно было снимать на цветную камеру. И вот ядра, например, да, тут есть и синий, и зеленый, можно сегментировать, опять же, при помощи вот этого изображения, этого подхода. Сегментация сложных изображений. Пока что мы с вами уже имеем возможность сегментировать по яркости и по цвету, но не всегда наши изображения настолько простые, как нам бы этого хотелось. Я специально возьму пример, ну, скажем так, достаточно сложный. Возьмем вот такую вот картинку, где есть протоки у железы, которые покрашены, и обычной сегментацией ни по цвету, ни по яркости мы отдельно эти протоки увидеть, к сожалению, не сможем. Однако у нас есть возможность использовать фильтры для того, чтобы выделение по яркости сработало лучше. Это так называемые предварительные текстурные фильтры. Мы будем использовать первое из них – размытие. Про остальное я расскажу более подробно позже. Дальше мы сможем поместить то, что мы получили в менеджер областей интереса и использовать некоторые дополнительные фильтры, если нам нужно что-то сделать с границами, которые нас не устраивают. Нам нужно будет поговорить потом о бинарных операциях, потому что после этого действия у нас останется сегментированная картинка. Но посмотрите, некоторые из этих объектов, они перекрываются, и они достаточно круглые. То есть можно попробовать объяснить программе, что вот эти вот области, несмотря на то, что они слитые, нужно разделить, разрезать. Мы это сможем сделать при помощи бинарных операций, ну и в дальнейшем посчитать уже на исходном изображении все, что у нас получилось. В виде такого домашнего задания попробовать можно будет то, что мы с вами делаем, записать в макрос и оформить его в виде макроса для обработки этой картинки с возможностью указания параметров вручную пользователю. Давайте попробуем тогда это изображение. Вначале просто отсегментировать, изменяя яркость. Как бы мы ни пытались это сделать, к сожалению, максимум, что мы можем получить, это вот такая картинка. Но посмотрите, этот объект у нас разбит на несколько частей, то есть это нецельный объект. Эти объекты сливаются вместе через маленькие мостики. Этот объект вообще слился целиком. Плюс отдельные ядра, которые вот здесь, вот этой гранулемки есть, да, они вот красиво совершенно здесь тоже отсегментировались. Не подходит картинка, считать нам здесь, к сожалению, нечего. С другой стороны, давайте мы сделаем простую вещь. Мы эту картинку вначале размоем, применим гаусское размытие с сигмой, ну, например, пускай у нас будет три для интереса. Тогда после сегментации по яркости картинка, которую мы получим, выглядит уже значительно лучше. Наши объекты теперь целиковые. Конечно, я сказать, что они идеальные, но тем не менее, в принципе, действительно каждый объект, ну, вот за исключением некоторых такого плана объектов, да, он чем-то более-менее хорошо выделен. У каких-то объектов есть отверстия, какие-то объекты слиты, но в целом картинка стала гораздо лучше. Да, осталось некоторое количество вот этих вот ядер, которые нам мешали, но теперь смотрите, что мы можем сделать. Наши объекты интереса и вот эти ядра сильно различаются по размеру, и можем сказать, программе, чтобы она оставила только те объекты, размер которых больше, чем, скажем, самый большой размер того, что нас не интересует, ну, скажем, вот этого вот пятнышка. Таким образом, если мы это сделаем, мы отфильтровали с вами по размерам наше изображение, мы оставили только те картинки, те места, которые нам были нужны. И это позволяет нам теперь при необходимости считать только наши объекты. Какие проблемы у нас остались? Некоторые объекты у нас не замкнуты. Некоторые объекты у нас, к сожалению, слились вместе. Ну и есть некоторые вот такие погрешности. Для того, чтобы убрать эти неприятности, нам нужно будет использовать так называемые бинарные операции. Бинарные операции – это операции расширения, вентиляция, это операции сужения, это операции открытия, закрытия, контуров, заполнения отверстий и так называемые скелетонизации. Давайте разберем это на примере какой-то картинки, которая имеет очень небольшое количество точек. Ну, к примеру, возьмем для удобства вот такой разлинованный листочек и будем считать, что то, что мы с вами получили на нашей картинке – это вот точки, которые мы пометим крестиком. Предположим, мы захватили теперь с этим изображением, давайте его сделаем чуть побольше, чтобы было, что нам теперь уменьшать при необходимости. Предположим, что мы хотим теперь с этим изображением сделать операцию, например, расширения. Операция расширения добавит по периметру этого объекта по одной точке. То есть наш объект как бы был обведен еще одной линией. Теперь операция уменьшения объекта, так называемая эрозия. Что сделает эта операция? Эта операция уберет по одной точке с краю объекта. И у нас объект станет гораздо меньше. И, в принципе, группируя эти две операции, можно добиться операции, например, закрытия нашего объекта. Предположим, что мы сделали для нашего объекта в начале операцию расширения, а потом решили сделать для этого же объекта операцию как раз обратную ей, то есть эрозию. давайте посмотрим, что будет, что мы получим, сделав эти две операции. По идее, они ничего у нас не должны были бы поменять, но на самом деле, если мы теперь будем убирать по одной точке, для большинства части нашего объекта здесь ничего не изменится. Но обратите внимание вот на этот вот участочек, сейчас я его покажу более подробно, желтым цветом. Видите, эти две точки наша операция не убрала. Таким образом, как бы закрыла наш объект. И две операции подряд, эрозия плюс деляция, это так называемая операция закрытия. Если мы их в обратную сторону применим, в начале эрозия, потом деляция, это будет операция открытия. Давайте посмотрим на текстовые картинки, чтобы более подробно себе представить, что дает каждая из этих операций. Эрозия, как мы уже говорили, из картинки удаляет по одной точке, и линии толщиной в одну точку, естественно, были здесь убраны. Объект стал как бы меньше. Операция расширения добавляет по одной точке, мы это с вами тоже видели. Операция закрытия, то есть операция деляция плюс эрозия, закрывает нам объект. Посмотрите, здесь у объекта были вот такие вот места, где было не закрыто часть объекта. Теперь у нас контур оказался замкнутый. Ну и, соответственно, операция открытия, которая позволяет убрать по одной точке, это в обратную сторону. Вначале эрозия, потом деляция. И здесь вы видите, что были части, соответственно, имеющие только одну точку, ну и они в получившем изображении были убраны. Еще несколько операций, которые нам могут потребоваться, тоже бинарные. Это операция закрытия отверстий. Обратите внимание, везде, где у нас были отверстия в наших объектах, они оказались полностью заполнены. И это операция скелетонизации. Операция скелетонизации очень похожа на эрозию, но она не убирает последнюю оставшуюся точку. Если остается одна точка, она к ней не применяется. Таким образом, можно получить вот такой вот, опять же, извините, с автологией, скелет от нашего бинарного объекта. Чем это нам с вами поможет? Это нам с вами поможет тем, что мы можем теперь наши объекты, у которых есть отверстия, залить, у нас не будет этих отверстий. И объекты, у которых было вот такое вот открытие, которое нам мешало закрыть, чтобы если у нас, например, получившаяся при сегментации структура имеет вот такую форму, операция закрытия закроет у нас вот эту перемычку. Либо если получившаяся структура у нас имеет внутри отверстия, то операция, например, заполнение отверстий позволит нам это отверстие внутри нашего объекта заполнить, для того, чтобы дальше нам считать можно было объект целиком. То есть вот эта вот часть будет закрыта, здесь будет вот эта перемычка сделана. Возвращаемся к нашей картинке, давайте на нее посмотрим. Мы можем закрыть вот эти места на объектах, которые нам здесь мешают, и объекты у нас тогда будут лучше выглядеть. Может быть, даже здесь удастся, здесь уж точно и подавно удастся. Нам удастся заполнить внутри наших объектов отверстия, ну, а, собственно, для после операции закрытия таких отверстий будет много. И то, что мы с вами получим, уже гораздо ближе к правде, к тому, что мы хотели его получить. Единственное, что у нас осталось, это то, что у нас некоторые объекты оказались слитыми вместе. Но их нужно как-то будет разделять. И это последняя бинарная операция, которую мы будем в этом курсе рассматривать. Это так называемая операция ввода раздела, вводршать. Проще всего показать на картинке, исходная картинка, картинка после использования операции закрытия, заполнения отверстий и ввода раздела. Посмотрите, картинка, которую мы получили, решила почти все проблемы. Объекты, которые у нас были открыты, закрылись. Объекты, которые имели в своем составе отверстия, отверстия пропали. Ну и последняя операция, вводршать, разделила нам некоторые объекты, которые оказались слитыми вместе на отдельный объект. Единственная ошибка, которая здесь после такой работы у нас осталась нерешенная, это вот этот вот объект. Но согласитесь, с ним сложно что-либо сделать. Тут, к сожалению, действительно возможна некоторая проблема для автоматического подсчета. То есть, с другой стороны, это один объект из многих. И по некоторым характеристикам его можно из дальнейшего подсчета убрать, чтобы не портить статистику. Как работает операция Watershed? Представьте, что вы сделали из ваших объектов некую такую контурную карту. Вот ваши объекты были. И вы внутри, отступив немножечко, сделали темнее, еще темнее, еще темнее. То есть, превратили их, каждый объект, у вас был здесь объект какой-то нарисован, такой как бы ландшафт. Тут отдельный объект. Чем ближе к центру объекта, тем глубина в этом ландшафте должна быть больше. И вы получили, ну вот, примерно что-то такое. Теперь представьте, что вы этот ваш ландшафт начинаете заливать водой. И в какой-то момент времени у вас через одну из линий вода может перелиться в соседнюю. И вы на этом месте ставите, ну, условно говоря, плотину. Наливаете дальше, следующая плотина, следующая плотина. И получаете вот такие вот места, где бы вы поставили плотину, чтобы вода из этих отдельных областей не сообщалась, не переливалась. Собственно говоря, вот эти плотины, которые можно здесь как раз поставить, которые позволяют разделить теперь на отдельные части наши объекты. Давайте попробуем теперь все это сделать, чтобы получить в итоге вот такую красивую сегментацию, которая имеет только некоторое количество погрешностей вот здесь. Объекты по краям мы, естественно, не считаем, потому что они разрезаны. Ну, и, в принципе, из таких маленьких ошибок, это вот такие маленькие объекты, которые тоже можно было бы посчитать, чуть-чуть изменив параметры программы. Давайте с этим с вами тогда поработаем. Картинка, о которой я говорил, называется тишью, ткань. Она есть в демонстрационных картинках, которые я вам посылал. И первая операция, которую мы должны с вами сделать, для того, чтобы с макросами работать, это сдублировать эту картинку. Потому что так как мы будем ее размывать, так как мы будем ее портить, понятно, мерить, например, яркость на испорченной картинке мы уже просто-напросто не имеем права. Поэтому первая операция – это изображение, дублированное изображение. И у нас есть вот такой вот дупликат, на котором мы все дальнейшее будем делать. Следующая операция. Как вы помните, мы с вами сделали размытие картинки. Ну, и давайте какое-то размытие небольшое зададим. Например, пускай у нас будет размытие в районе трех. Идем в процесс, фильтры, гауссовское размытие. Ну, и здесь давайте поставим, например, три. Такая картинка получится более-менее размытая. Посмотрим потом, может быть, три нам и не подойдет. Теперь мы можем сделать уже разделение по яркостям, то есть это сегментировать наше изображение. Image – изображение, Adjust – настройки, Threshold – разграничивание. В нашем диалоге, который у нас появился, нам нужно указать несколько вещей. Ну, во-первых, то, что у нас фон на самом деле белый. Снять галочку – темный фон. Во-вторых, автоматически она не очень хорошо подобрала нам разграничение. Мы можем вручную поставить какие-то значения, ну, те, которые на нас, в взгляд, кажутся более-менее разумными. Где-то, например, ну вот как-то вот так. И нажимаем Apply. Вот у нас получилось уже более-менее тегментированное изображение. Уже неплохо. Есть, правда, свои проблемы. И проблема номер один – это то, что у нас есть объекты, размеры которых меньше искомых. И это вот эта вот гранулемка, которая здесь сбоку была, где много-много ядер. Давайте попробуем посчитать здесь размер самого большого объекта, который нужно убрать из наших расчетов. Можно взять вот такую волшебную палочку, нажать на объект, после чего сказать «Анализ», «Измерить». И в первой же строке, первой же колонке площадь 418 квадратных точек – это вот как раз объект, который мы с вами померили. Значит, мы можем с вами сказать, что, скажем, 450 точек минимально наш объект реальный должен иметь. Все, что меньше – это, условно говоря, мусор. Давайте мы это с вами и сделаем. Мы возьмем эту же картинку и будем использовать «Анализ частиц». Так как она сегментирована, то есть только объекты фон, компьютер прекрасно с ним справится. Мы попросим нашу программу в итоге нам показать маски того, что получилось, и мы можем сразу же решить некоторые проблемы. Мы можем сказать, чтобы у нас были заполнены отверстия, и чтобы были исключены те объекты, которые соприкасаются с краем. Потому что, например, брать их в морфометрию, в дальнейший подсчет, конечно же, смысла не имеет. Они разрезаны. Если мы будем, например, мерить средний размер, среднюю площадь, то такие объекты будут нам приносить в наши расчеты только дополнительную ошибку. Ну и нажимаем кнопочку «Окей». А перед этим ставим еще размер. Мы сказали, что 450 квадратных точек – это верхняя граница нашего, условно говоря, мусора. Говорим «Окей». Получаем вот такое изображение. Сравниваем с той картинкой, которая у нас была. Заметно лучше. И сравниваем с той картинкой, которая у нас была до того, как мы произвели это действие. Видно, что мы убрали все мелкие объекты. Ну и, в общем-то, конечно, я не очень хорошо подобрал этот размер, потому что я потерял вот эти вот два маленьких объекта. Здесь мне нужно чуть-чуть более аккуратно действовать, поставить не 450, а, например, там 440 или сколько-то, какое-то такое значение. Дальше. У нас остались проблемы с тем, что некоторые объекты у нас не закрыты. Вот так вот выглядят. Некоторые объекты до сих пор еще имеют мостики, где они слиты друг с другом. Ну и для некоторых объектов есть вот такие вот непонятные выступы, которые нам могут мешать. Поэтому теперь нам нужно сделать с этим изображением, давайте я его сдублирую, чтобы видеть результаты нашей работы. На этом изображении мне нужно сделать несколько последовательных операций расширения, несколько последовательных операций сужения. То есть я буду сейчас сделать операцию закрытия с шагом, давайте, в 3, например. Где бинарные операции все в этой программе находятся? Это процесс, это бинарные операции и внутри бинарных операций здесь как раз есть эрозия, деляция, открытие, закрытие. Ну давайте сделаем с вами операцию закрытия в ручном режиме. Для этого мы сделаем, например, несколько операций расширения, деляция, бинарная операция, расширение раз, расширение два, расширение три. Давайте сделаем ее три раза. Бинарная операция, расширение два, ну и третий раз мы ее еще раз должны будем сделать. Бинарная операция, расширение. Но так как мы теперь увеличили размеры наших объектов, понятно, что мы сейчас посчитаем, у нас будет очень большая ошибка. Поэтому теперь нам нужно эти объекты уменьшить на какое-то, опять же, количество раз. Давайте сделаем эту операцию. А перед этим мы можем закрыть образовавшиеся отверстия. Процесс, бинарная операция. Закрываем отверстие. Процесс, бинарная операция. И столько же раз нам теперь нужно сделать эрозию. Раз, бинарная операция, эрозия 2, бинарная операция, эрозия 3. Сравним две картинки. Да, не очень хорошо подобраны параметры для этих объектов отдельных, которые лежат на краю. С остальными объектами особых проблем нет. Они действительно стали лучше. Но у нас осталась необходимость поставить перемычки между ними. Перемычки – это функция watershed, водораздел. И давайте теперь посмотрим, что нам водораздел сделает. Идем в процесс, идем в бинарную операцию. И здесь вот есть функция, которая называется водораздел, водораздел. Давайте ее запустим. Как видите, она разделила нам абсолютно правильно вот этот объект большой. Вот эти объекты разделила. Вот эти объекты абсолютно верно разделены. Но вот с этим объектом, к сожалению, она не справилась. Раз, два, три объекта у нас потеряны. Как я уже говорил, параметры я сейчас подбирал на глаз. Естественно, если их подобрать под ваше изображение правильно, ошибок будет меньше. Ну, а теперь нам осталось перенести полученные контуры на исходное изображение. Сделать это можно очень просто. Анализ, анализ частиц. И здесь нас будет интересовать внутри анализа частиц только один пункт. Добавить в менеджер выделений. Пускай это будет 0. Мы с вами получаем теперь менеджер выделений с отдельными объектами. Мы их можем все увидеть. И можем посмотреть теперь, как эти выделенные объекты видны на получившемся изображении. Как видите, есть несколько ошибок, несомненно. Но прежде всего это вот эти вот маленькие объекты, которые у нас потерялись. И нужно было взять меньшее значение. Также из-за этого вот эти раз, два, три объекта до конца не закрылись. Но так как у нас есть макросы, мы с вами записывали все действия. Мы теперь можем из него сделать программу, которая будет за нами все это повторять. Плюс мы можем в этой программе теперь очень легко исправить любые значения. Хотим размытие сделать не 3, а 4. Мы просто ставим это значение при размытии, запускаем его. И все эти сложные действия, которые мы делали вручную, программа повторяет за нас автоматически. Собственно, для чего макросы и нужны. Таким образом, у нас получилась возможность выделить на обработанном изображении, мы применяли фильтр размытия, мы применяли много чего еще, контуры наших объектов. Перенести эти контуры на исходное изображение. И в принципе на исходном изображении мы теперь можем развести измерения. Сказать measure, выделить их. Вылучить табличку, где у нас есть площадь, среднее значение яркости, мода максимально-минимальное значение яркости, периметр наших объектов, их округлость. Ну, много других параметров, которые мы с вами еще будем отдельно рассматривать, по которым мы точно так же их можем при необходимости отфильтровать. Перенести это в какую-то табличку, например, Excel. Ну, а если теперь мы добавим в это умение наше обрабатывать много-много картинок в цикле, то один раз, натренировав нашу программу, на нескольких полях зрения, подобрав параметры, мы можем сфотографировать много-много полей зрения с нашего образца и получить табличку из, не знаю, тысячи полей зрения, например, снятых, обработанных вот так вот автоматически. Какие здесь подводные камни есть? Ну, во-первых, подбор этих параметров. И смотреть нужно исходом изображения. Не всегда получается подобрать параметры хорошо. Я специально взял очень сложную картинку, чтобы у нас не получилось все идеально. Но можно использовать уже статистические подходы. Например, вас интересует только площадь этих объектов на срезе, профильное поле. И тогда некоторые объекты, которые плохо оттегментировались, удалить. Да, будет поменьше выборка, несомненно, но с другой стороны будет меньше ошибка. Как можно удалить? Вот эти объекты, которые плохо оттегментировались, они имеют рваные края. То есть, их округлость очень низкая. И мы можем, в принципе, объекты с округлостью меньше, скажем, 0,8 просто не считать. Изначально понятно, что протоки на срезе, проходящем так фронтально, они должны быть более-менее округлыми. Они не могут быть не округлыми рванами. Ну, используя это знание от образца, мы можем уже данные поправить. Ну, а дальше, в принципе, опять же, фантазия не знает границ. И мы можем использовать с вами еще один макрос, который я вам хочу показать. Макрос, который позволит теперь нам работать с каждой вот этой вот отдельной выделенной областью. Если у нас есть такие выделения, в макросе выделения сделанное, то мы можем теперь заставить нашу программу каждую из этих картинок отдельно сохранить. То есть, каждая вот эта вот область, пронумерованная там 1, 2, 3 и так далее, у нас будет сохранена как отдельная картинка. Давайте вначале макрос запущу, а потом расскажу, как он работает. Видите, что мы с вами получили? Наши объекты вырезанные, вокруг них заполнено темным все, и они у нас шиты вот в такой монтаж, где мы можем их дальше уже смотреть, с ними работать. Более того, мы эти объекты, если захотим, можем на самом деле сохранить в виде отдельных картинок. Мы можем с ними что-то сделать, например, внутри каждого объекта, теперь посчитать какие-то объекты другие вложенные и все, что нам захочется. Давайте рассмотрим, как этот макрос работает. И опять же, это некий такой шаблон, который вы можете использовать дальше по своему усмотрению. Первое, что этот макрос делает, первая его строчка, это дуплицирование исходной картинки. Для того, чтобы дальше мы ничего не испортили в нашей работе. После этого, опять же, цикл, в котором вот эта вот функция ROI-менеджер-каунт, это количество, сколько у нас всего померенных областей, вот в этой вот табличке. И этот цикл, на самом деле, табличка просто проходит. В начале только первую область, только вторую, только третью, только четвертую. То есть, каждый шаг этого цикла можем рассматривать, как работа вот только, например, с первой выделенной частичкой. Что в этом цикле мы делаем? Мы выбираем теперь нашу картинку исходную, мы заставляем нашу программу получить имя этого частички. Вот это вот 001, 0040, например, это ее имя, можем ее переименовать, как нам заблагорассудится. Мы ее выделяем, то есть это то же самое, что если мы вручную просто бы нажали на какой-то части. После этого мы выделение, вот эта функция enlarge, это просто увеличение выделения, чтобы мы не только нашу частичку взяли, но еще четыре точки вокруг нее. Может быть там что-то интересное есть. Теперь мы копируем эту точку, которая нас интересует, в буфер обмена. Создаем из буфера обмена новую картинку. И эту новую картинку переименовываем. Посмотрите, что мы делаем. Мы у этой картинки в название добавляем некий префикс. Это вот t, ptcl, с подчеркиванием, для того, чтобы мы могли отличить эти картинки, созданные нами, от того, что могло быть открыто в фидже до этого у пользователя, либо какой-то другой макрос мог создать. Ну и после этого мы выделяем следующую частичку. Точно так же цикл повторяется. Он еще раз проходит через наше выделение. Еще раз, еще раз. И если мы с вами закомментируем все строчки ниже, которые мы сейчас еще будем с вами рассматривать, то после запуска этого макроса мы с вами получим... Сейчас, секундочку. Ctrl-Shift-A забыл нажать. Так. Мы с вами получим много-много-много-много-много вот таких отдельных картиночек. Вот наши вырезанные отдельные частички, которыми мы можем все что угодно сделать. Во-первых, мы можем сохранить с таким именем в отдельный каталог при необходимости. Что я предлагаю в этом макросе пока в виде, ну, такой удобной и иногда полезной функциональности? Это, во-первых, закрыть наше задуплицированное изображение, потому что оно нам больше не нужно, мы на нем все, что нужно, сделали. Второе. Запустить функцию, которая объединит вот эти отдельные картинки. Видите, как много мне их, если, например, нужно закрыть, мне приходится прокликать все 30 картинок, чтобы их закрыть. Которая объединит их все в один стек, в пачку изображений, которая проще и сохраняется, которая проще и работать, ну, и, в общем, вообще с ней удобнее. Давайте сейчас эти картинки попробую закрыть. Немножко не рассчитал, что их будет аж 30 штук. Идется сейчас некоторое время подождать. Функция, которая здесь будет запущена, вот это imageToStack. Это функция, которая все картинки объединит в один стек. Давайте ее тоже запустим, посмотрим, что она нам даст. Все то же самое, она пробежала всем картинкам. Ну, теперь посмотрите. У нас не много-много маленьких отдельных картинок, а вот такая последовательность, где сохранены отдельные, вырезанные с исходного изображения, интересующие нас объекты, с которыми мы дальше можем в необходимости работать. Ну, и последняя функция, которая здесь была, это функция преобразования вот этих отдельных картиночек стеков в монтаж красивый и закрытие этого стека. Так что, опять же, в виде шаблона рекомендую использовать, мы его объяснили, вы можете теперь этот шаблон менять под свои нужды, но у вас появилась возможность работать с полученными выделениями. Вы можете каждое из них отдельно как-то обработать, сохранить, посчитать, размыть, преобразовать в стек, сделать монтаж, все, что хотите. И, конечно же, есть очень большое количество вот таких макросов, написанных людьми, которые на этом специализируются. И вот, например, один из красивых макросов, который я хочу продемонстрировать, который позволяет раскрасить ваши объекты по какому-то параметру. Например, мы можем взять параметр размеров объектов и после запуска этого программы сказать, что мы, например, хотим получить цвета, хотим взять площади и в данном случае обвести каждый объект своим цветом в зависимости его размера. Вот что мы с вами получили. Картинка, на мой взгляд, для публикации где-то очень наглядная. Здесь шкала размерностей. Пока у нас нет калибром, в квадратных пикселях. И здесь обведение объекта каждого выполненного цветом в зависимости от этой шкалы. В данном случае мы можем в такой публикации показать и сами по себе объекты, и как мы их обвели, и размерные классы. Более того, опять же, запустив теперь наш плагин для вырезания этих объектов, если мы эти обведения сведем в одну картинку, можем их вместе с ними и вырезать. Это тоже не является какой-то сложностью. Про этот макрос я более подробно рассказывать не буду, потому что, в принципе, от пользователя нужно его только запустить. Скажу лишь, что это стандартный макрос, идущий прямо с программой Fidja. И, опять же, я положил его текст вам в наш архив с макросами. При желании в нем можно разобраться, он не очень сложный. Единственное, что добавляется в этом макросе, то, о чем мы с вами еще не говорили, это использование функций. Когда можем какую-то часть программы, которую используем очень часто и в разных местах нашей программы, не писать каждый раз одинаково, а сделать как некую подпрограмму и вызывать ее целиком. Первая функция, которая будет загружать все цвета из нашей менюшки, где заданы последовательности цветов. Она может быть несколько раз использована, она может быть в виде отдельной функции сделана и так далее. Это оставлю уже тогда на домашнюю работу, на желание, если кого-то появится, самостоятельно с этим разобраться. Давайте пойдем чуть-чуть дальше. Так как мы с вами научились выделять отдельные объекты, научились с ними работать, то следующий вопрос, который у нас возникает, что мы с этим можем делать и как попробовать формализовать подход к обработке таких изображений, к их сегментации. Давайте попробуем то, что мы сделали, свести в табличку. У нас было некое исходное изображение, для которого мы сделали прежде всего коррекцию фона, потому что если у нас фон неровный, то выделить мы ничего не сможем, ни по яркости, ни по цвету. Дальше мы сделали дубль этого изображения и оставили с вами оригиналы отдельно. А с копией этого изображения сделали текстурные фильтры. На самом деле у нас из текстурных фильтров был только один. Вот он, размытие для устранения шума. На самом деле можно использовать несколько текстурных фильтров в связке. После этого у нас было сегментирование или бинаризация наших изображений, где у нас черным был наш объект, белым, соответственно, был фон нашего объекта. Мы делали некие бинарные операции, которые позволяли нам убрать маленькие объекты. Мы могли бы оставить, например, что только округлые, только больше определенной площади. Мы могли сделать здесь то же самое закрытие, эрозию, делюцию, если хотите, watershed, водораздел. И получили после этого табличку с масками для наших объектов. Мы эту табличку применили теперь на вот это оригинальное изображение. И на нем уже посчитали результат, который мы теперь можем в любую статистическую программку перенести при необходимости. Посчитать среднее-среднеотклонение, медиану. Это уже зависит от того, что для работы нам необходимо. И, естественно, текстурных фильтров может быть много. Я о них немножечко расскажу. И здесь есть, ну, скажем так, достаточно расхожее мнение, что стоит использовать, что не стоит использовать. Но вот сразу же такой вопрос на то, чтобы подумать. Существует некая этика обработки изображений, где мы должны о функциях, которые портят исходное изображение, сообщать. В данном случае происходит ли у нас какое-либо повреждение исходного изображения? Нет. Мы с вами копируем это исходное изображение сразу же после коррекции фона. Оно численное, его можно считать. И вот эти все действия, которые можно было бы назвать сомнительными, если бы мы публиковали бы изображение, мы делаем только для получения масок выделения, которые мы теперь возвращаем с вами на исходное же изображение. Поэтому в данном случае мы имеем право таким образом пользоваться, так как все измерения мы все-таки проводим на исходном изображении. Единственное, что нужно сказать, нужно глазом картинки эти проверять, насколько хорошо подобраны вам параметры все-таки выделяют именно то, что вы хотите видеть. Они сильно облегчают жизнь, но если параметры подобраны неправильно, конечно, выделять они будут тоже не совсем то, что вы хотели. Из бинарных функций еще одна полезная функция, на которую я хотел обратить внимание, это так называемая функция скелетонизации. Предположим, что у вас есть какие-то структуры любых размеров. Это могут быть, например, клетки, пускай это будут нейроны с отростками. Это могут быть какие-то элементы скелета внутри вашей клетки, которые представляют в себя такие ниточки, филаментоподобная структура. И операция скелетонизации позволяет вам при необходимости выродить эту структуру до отдельных линий. То есть у вас, например, отросток клетки может меняться по своему размеру, по толщине, по ходу этого отростка. После операции скелетонизации у вас останется только одна линия от всего этого отростка. Вот она красненькая. И дальше вы можете посчитать теперь очень много интересных параметров. Во-первых, длина этого отростка – это просто количество этих точек. Вы знаете для этой точки ее размеры по х, по у. И количество точек – это не что, но как длина этого отростка. Следующее, что можно после операции скелетонизации сделать – ветвление. Если у вас есть несколько отростков, которые, например, ветвятся, то в месте ветвления у вас будет соседство как минимум трех точек. Таким образом, если вы посчитаете, сколько у вас точек с тремя соседями, вы получите, например, количество вот этих ветвлений. Ну и много-много других параметров. Есть специальный плагин, который как раз называется Filament Analyzer. Он позволяет анализировать эти параметры автоматически, но это можно сделать и вручную. Где еще может быть удобен такой плагин для подсчета каких вещей? Ну, к примеру, очень любят на всех семинарах по имиджей показывать вот такой пример. Есть покрашенные метатрекером красной метахондрии, есть два состояния – некое воздействие и отсутствие воздействия. И понятно, что как количество метахондрий, так и их длина, она может варьировать при, например, каком-то агститативном стрессе, при каких-то изменениях клеток. Тут все, в общем-то, понятно. Как это визуализировать, как это посчитать? Ведь если мы просто посчитаем с вами площадь, занимаемая метахондриями, ну, мы не можем сказать, они сегментировались, они стали короче, они остались такие длинные, что произошло? С другой стороны, если мы теперь для этого изображения сделаем скелетонизацию, мы можем после этого разбить эту скелетонизированную уже картинку на размерный класс. Например, красным у нас будут только метахондрии длиннее определенного размера, а зеленым все метахондрии короче этого размера. И сравнивать такие картинки визуально станет уже гораздо легче. Мы можем попробовать точно так же эту картинку обработать, и заодно я смогу здесь показать еще раз функцию объединения по цветам. Давайте мы с вами это сделаем. Картинка этого в демонстрационных изображениях у нас присутствует. Сейчас я ее как раз найду. И первое, что нам нужно будет сделать на этой картинке, это опять же преобразовать ее в бинарное изображение. И после того, как мы преобразуем ее в бинарное изображение, мы с вами сможем уже с ней работать. То есть мы сможем ее подвергнуть скелетонизации и в дальнейшем посчитать. Так, извините, картинку я немножко потерял свою. Сейчас попробую ее все-таки найти в другом месте. Куда-то она у меня потерялась. Сейчас мы найдем эту картинку. К сожалению, я ее не смог найти, но я ее возьму тогда просто из презентации. Так, сделаем тогда вот так. Сейчас я ее преобразую в черно-белую, потому что после того, как ее скопировалась презентация, она, к сожалению, цветная. И первое, что мне нужно сделать, мы нужно ее разделить на яркости, где у меня будет объект, где у меня будет фон. Давайте сделаем дубль нашего изображения. И на нем пытаемся сейчас подобрать параметры трэш-холдинга. Я иду в изображение, в adjust, настройки, и здесь выбираю уровень отнесения к объекту или к фону по яркости. У меня фон темный, поэтому я ставлю галочку темный фон. И я пытаюсь более-менее подобрать значения, чтобы были выделены метахондрии, но не было выделено ничего остального. Конечно, чем лучше снята картинка, чем с большим разрешением, тем это все будет достовернее и красивее, но тут какая демонстрационная картинка была, на такой мы с вами должны, к сожалению, работать. Говорим apply. Вот мы получили с вами эти метахондрии. Я, опять же, картинку дублирую, чтобы было видно, что нам даст функция скелетонизации. Теперь мы идем в меню процесс. В меню процессе бинарной операции. И в бинарных операциях функция скелетонизации. Можно сравнить две картинки, что мы теперь потеряли данные о ширине наших метахондрий, но зато мы теперь можем очень легко посчитать длину или, например, общую протяженность метахондрий на данном рисунке мы можем посчитать просто как количество черных точек. Если мы знаем размер одной черной точки, то их количество – это не что иное. Это можно сделать с помощью, например, той же самой гистограммы, где как раз для нулевого значения у нас будет количество, вот оно. Домножив это на реальные какие-то единицы измерения, мы можем получить вообще сколько у нас всего, какая протяженность метахондрии на первых общая. И давайте теперь попытаемся это изображение превратить в два изображения. Одно изображение у нас будет для длинных метахондрий, другое – для коротких. Давайте посмотрим какую-нибудь метахондрию, которую мы возьмем как нечто максимальной длины, после которой мы хотим изменить цвет. Например, вот эту метахондрию давайте возьмем. Можно взять выделение палочкой, можно ее отметить и можно ее померить. Таким образом, длина этой метахондрии у нас… Сейчас мы посмотрим длина. Длина. 43 точки у нас длина этой метахондрии. Таким образом, теперь мы имеем возможность сказать, что мы хотим померить все имеющиеся у нас на данной картинке отдельное отиментирование и скелетонизованное метахондрии и оставить на получившейся картинке только то, что, скажем, длиннее 43 или короче. Идем в анализ частиц и говорим, что размер нас интересует только 43 или больше. И мы хотим получить на выходе только маски этого изображения. Это те, которые длиннее 43. И теперь мы хотим получить только те, которые короче 43. Анализ. Анализ частиц. И здесь мы как раз ставим 0 от того, что ничего не имеет, до 42. Понятно, почему 43 мы не берем, потому что у нас тогда появится откуда-нибудь желтая метахондрия, которая точно равна 43. Она будет и в том, и в другом размерном классе. Говорим окей. Вот у нас есть теперь две картинки. Метахондрии длиннее, и метахондрии короче этого объекта. Ну, а теперь мы можем эти две картинки просто-напросто объединить. Даже на самом деле с исходным нашим изображением. Прямо на нем нарисовав вот эти скелетонизованные объекты. Таким образом мы это можем сделать. Давайте переименуем эти картинки. Длинные метахондрии можно переименовать, например, в картинку, которая будет называться красная, red. Маленькие метахондрии можно переименовать в картинку, которая будет называться, например, green, пускай будет зеленая. И тогда мы сможем легко эти картинки дальше найти. R&M, green. Исходная картинка пускай у нас будет тоже как-то называться, чтобы мы ее ни с чем не перепутали. Пускай она, например, называется фото. И мы их хотим объединить таким образом, чтобы у нас была картинка фото, и на нее были наложены сверху две картинки, зеленая и красная, с вот этими размерными классами. Для этого мы пойдем в изображение, image, цвет, color, и здесь есть возможность merge, объединения каналов, где мы скажем, что красным у нас будет канал, который называется красный, зеленым, который зеленый, и каналом серым мы возьмем как раз фото. Скажем, чтобы мы сохранили исходные картинки. Сделаем все картинки одинаковой битности, чтобы нам не было ошибки, выданно при таком запуске. Еще раз идем в color, match channels, с красной, зеленой, серым берем наше фото, и получаем вот такую картинку, где у нас есть наши объекты, и они сверху обведены, скелетонизованной версией, где каждый цвет, это как раз разбивка на два класса. Если мы отсюда уберем, например, какую-то яркость, мы можем здесь сказать, что мы последний канал не хотим видеть, вот мы получили с вами два класса наших исходных митохондрий, с которыми мы дальше можем работать. Не только для митохондрии, не только для нейронов это может применяться, не только для цитоскелета, то есть здесь, в принципе, много задач есть, где есть необходимость оставить от нашего объекта только его, словно говоря, скелет. Последняя тема сегодняшнего семинара, которую нам осталось рассмотреть, это возможность выделения точечных объектов и возможность подсчета точечных объектов внутри других объектов. Возможно, звучит немножечко странно, но давайте посмотрим вот такую биологическую задачу. У нас с вами есть некая картинка, где у нас есть ядра, помеченные DAPE, и у нас есть две метки. У нас есть метка зеленая внутри ядра, у нас есть метка, ну, конечно, не совсем красная, но будем считать условно красная. Для упрощения задачи сейчас мы будем работать с одной картинкой, с максимальной проекцией, а не с конфокальным стеком. На самом деле понятно, что если мы захотим с вами померить вот такие отдельные точечки, нам надо было бы работать с конфокальным стеком, потому что эти точки могут оказаться одна под другой. Мы тогда можем неправильно их посчитать. Где это может применяться? Например, вы хотите посмотреть, есть ли у вас дупликация какой-то части хромосомы, и у вас есть на нее маркер. Можно таким образом это увидеть, покрасив при помощи фрулицентной институт гибридизации и получив такое изображение. Можно придумать еще много вариантов, где это необходимо, но как мы такую задачу будем решать? Понятно, что ядра тегментировать мы теперь с вами умеем, можем, и проблема для нас это никакой не представляет. Мы можем получить только синий канал, мы можем его немножечко размыть, мы можем получить с вами после треш-холды сегментированное изображение. В случае необходимости можем использовать WaterShare, чтобы разделить те ядра, которые лежат слишком близко друг к другу. Можем убрать из подсчета те ядра, которые лежат по краю изображения, которые нам не нужны, мы их все равно не все снимаем целиком. И теперь у нас остались вот эти маски, которые можно было бы использовать. Проблема, которая осталась, это вот эти точки. Они, к сожалению, имеют свой физический размер. Посмотрите, они большие. Если мы будем применять скелетонизацию, до одной точки скелетонизация, к сожалению, эти объекты уменьшить не сможет. С другой стороны, у нас есть еще одна функция поиска максимальной яркости. И мы можем при желании для этих объектов выделить и оставить только центральную точку. Одну единственную, которую центр этого объекта очень хорошо описывает. И теперь, если мы будем на изображение этих точек накладывать изображение полученных ядер, то померив внутри вот этого ядра количество просто черных точек, можем сказать, количество меток, в данном случае, например, для красного канала. Или для зеленого. давайте попробуем сделать это уже в нашей программе. Ну и прежде всего мы должны с вами картинку, которая у нас есть, тегментировать, разделить на каналы для того, чтобы можно было с ней дальше работать. картинки лежат, на которых можно работать по директории фиш. Давайте возьмем вот такую совсем красивую, чтобы у нас не было проблемы с ее делением на каналы. Здесь красный, зеленый, синий прекрасно делятся. Я опять же сдублирую картинку, чтобы не попортить оригинал. на дубле этой картинки я разобью каналы на три отдельных. Для этого пойду в изображение image, color, цвет, split channels. У меня теперь есть канал синий, канал зеленый и канал красный. Ну, DAPI, конечно, крайне неудобный краситель. Как видите, он в зеленый канал пробивается чуть менее, чем полностью. В красный канал по значениям тоже видно, что у нас ядра. хорошо видны. Ну, контрастность в красном канале, правда, лучше. Значит, для синего канала мы с вами должны выделить эти ядра. Выделяются они здесь прекрасно, но на самом деле для того, чтобы выделение было получше, я все-таки сделаю размытие гауссовское. Я сделаю теперь выделение. Image, adjust, threshold. В принципе, оно так хорошее, но я чуть-чуть его поправлю. И на этом же изображении я сделаю подсчет этих областей. Мне от этого выделения нужна только информация о самих по себе размерах выделенных областей. Поэтому анализ, анализ частиц. Здесь я говорю от нуля до бесконечности. меня не интересует ничего, кроме добавления их менеджера выделения. Если было на краях что-то, можно было бы еще убрать то, что на краях и заполнить отверстие. Говорю, окей. Я получаю теперь выделенных четыре объекта, с которыми можно работать. Можно их проверить на исходном изображении и увидеть, что они совершенно замечательно с ним совпадают. Но у меня осталась проблема вот с этими отдельными метками. Если мы их увеличим, видно, что это достаточно большие точки. И чтобы с ними теперь хорошо работать, мне нужно их как-то преобразовать. Для их преобразования есть функция выделения центра точек, которая находится в меню процесс и в нем есть подменю find максимум поиск максимумов. Выбираем эту менюшку, ставим галочку превью и здесь теперь точками показывается, что программа считает в качестве объекта. Нас будет интересовать в качестве выхода отдельной точки и нам теперь оно будет подобрать чувствительность этого алгоритма так, чтобы наши объекты были отмечены, но не было никаких двоящихся лишних объектов. Опять же, на мой взгляд где-то наверное в районе 50 не подходит, 80 не подходит, 120 ну где-то 120 для этой картинки действительно хорошо получается отметить каждое из этих брожений. Говорим окей и получаем такое белое поле, казалось бы, но с другой стороны если мы теперь увеличим его, будет видно, что вместо объектов, которые у нас были, вот они, мы с вами получили для каждого объекта по одной точке ровно в центре этого объекта. Таким образом, если нас интересует количество объектов, то количество точек это как раз количество этих объектов. Если мы теперь, например, просто посчитаем на этом изображении количество черных точек, гистограмма, список, то количество белых точек такое, количество черных точек 12. И мы точно знаем, что у нас на данном изображении 4 ядра, у них приходится 12 вот этих вот отдельных точек. Давайте то же самое сделаем для зеленого канала. Зеленым каналом будет сильно сложнее, потому что гораздо больше фона. И если у нас перед этим фон можно было бы как-то вычесть, а это на самом деле можно сделать, то значения получились бы гораздо лучше. Но попробуем без вычитания это сделать, поиск максимумов, превью, и вот то же самое значение 120, как видите, совпало идеально. Можем сказать окей, получить такую же картинку, где у нас будут эти точки, которые нас интересовали, очень хорошо видны. Давайте проверим, сколько их. Вызовем гистограмму, гистограмме вызовем список, 8. Ну и теперь нас может интересовать, сколько же точек не всего на картинке, а в каждом нашем ядре. Сделать это крайне легко. Мы берем наш же менеджер выделений, вот он, он выделил нам эти 4 области, и можем прямо в нем сказать измерить. То же самое можем теперь сделать для зеленого канала. Сказать измерить. Если у вас включено использование меток, то есть в результатах в set management стоит вот здесь display label галочка, то в первой строчке у вас будет с какой картинки это снято и каким параметром это взято. И значение, которое нас в данном случае интересует, это значение сырой яркости. Посмотрю, включено ли оно вообще здесь. По-моему, здесь не включено, так что еще раз. Нет, включено. Вот оно. Сырая яркость. Raw intensity density. Или еще, если у нас картинка не обработана, то подойдет вот это значение int d. Это яркость всех точек, просто сумма яркости всех точек. Так как мы знаем, что у нас изображение имеет только два значения, 0 и 255, 0, отсутствие картинки, 255, наличие нашего объекта, то разделив это на 255, мы получим с вами количество объектов. Точно так же, как здесь, разделив на 255, тоже количество объектов. Как можно с этой табличкой дальше работать? Можно ее сохранить как Excel или просто вставить в Excel OpenOffice SPSS любую программу, которая вам удобнее для работы. Сейчас я это тоже сделаю. Вот я ее вставил в программку от OpenOffice. Как видите, файл, который открылся здесь абсолютно понятный. Я на самом деле уберу, наверное, все лишние строчки, чтобы они нам не мешали, оставив только строчку с яркостью. Так, остальное нам будет сейчас, наверное, только мешать сильно. у нас остались наши области, наши четыре ядра. Вот они, первая, вторая, третья, четвертая. У нас осталась яркость, и мы можем теперь сказать, что яркость, которую мы хотим получить, это значение, деленное на 255. и это не что иное, как количество меток. ну и теперь мы можем с вами для удобства еще их раскрасить. Это у нас с вами будут красные метки. Эти метки, так как точно так же повторяются одни по другим, мы можем просто сделать зелеными, но на самом деле перенести сюда. И теперь мы видим, что в ядре номер один у нас три метки красных, две зеленых, в ядре номер два три красных, две зеленых и так далее. И можем посчитать, например, то, что очень часто бывает нужно, соотношение этих меток. И мы видим, что везде полтора. То есть для всех клеток у нас это соотношение сохраняется. Несколько важных замечаний. Так как Java, скорее всего, в которой работает Fidja, у вас установлена в английской локале, а программа, например, Excel, у вас, скорее всего, если Windows русский, установлена в русской локале, вам придется после копирования все точки заменить на запятые. если у вас английский Windows, то ничего менять не нужно, там разделителем десятичных разрядов будет точно так же являться точка. То есть, если вы перенесли это в Excel, а Excel у вас показывает эти значения не в виде цифр, а в виде текста, просто при помощи поиска и замены замените все запятые, все точки на запятые, и все будет прекрасно. У вас сможет тогда ваш Excel это все посчитать. И возвращаясь к нашей презентации, давайте мы это все берем в сторону. Момент, который мог быть непонятен, это каким образом мы из значения яркости получили вдруг количество точек. Давайте еще чуть-чуть подробнее попытаюсь объяснить. Предположим, что у нас есть наш некий объект выделения, которое выделяет наше ядро. у нас было изначально некоторое количество таких меток. Метки могут быть разного размера, это может быть одна точка, может быть много точек. Что мы с вами сделали? Мы с вами для этого объекта для каждой вот этой точки оставили только ее центральную единственную точку. То есть если мы будем перерисовывать, у нас получилось раз, два, четыре, ну и соответственно с красными раз, два. Но так как это изображение бинаризированное, то у нас есть только два значения, ноль фон и двести пятьдесят пять точка или объект. Теперь если мы берем красный канал, у нас все вот это ноль за исключением вот этих двух мест, две точки. Мы просто суммируем с вами все значения точек, которые здесь есть. Так у нас две точки, то мы получаем два умноженное на двести пятьдесят пять, на пятьсот десять. Это то, что мы получаем в нашей табличке. Теперь понятно, что получив это значение, например, пятьсот десять, если мы обратно на двести пятьдесят пять это разделим, получим два объекта. Вот наши два объекта. То же самое можно сделать с зелеными точками. Мы получили например тысяча двадцать. Ну что такое тысяча двадцать понятно. Это двести пятьдесят пять умноженное на четыре. Ну и соответственно получается зеленых точек у нас четыре. Вот такое хитрое действие. Конечно же, если вы захотите более сложно обрабатывать ваше изображение, вы можете воспользоваться предыдущим макросом, который вырежет с ваших изображений вот эти ядра отдельно со всеми метками, со всеми дополнительными дефектами или наоборот дополнительно интересующей вас информацией. И вы можете каждое это ядро теперь обработать каким-то своим макросом, открывая его, каким-то образом пересчитывая, делая с ним все что угодно. Ну вот для такого быстрого подсчета на пальцах количества например фиш меток в ядрах этот метод вполне пригоден. Таким образом суммируя сегодняшнее занятие мы с вами рассмотрели как можно использовать макросы, как можно в макросах запрашивать у пользователя какие-то значения для дальнейшего использования. Мы увидели несколько макросов скелетов, которые можно просто взять себе и в него уже вставлять необходимую вам обработку. Первый макрос скелет у нас был макрос для открытия всех файлов директории обработки сохранения, второй макрос был для обхода всех выделенных на изображении объектов, которые вы дальше можете как-то сохранять, считать все что угодно, ну и третий макрос уже не моего авторства, макрос, который позволял вам каждый из этих объектов теперь по какому-то значению отклассифицировать, чтобы это было симпатично, красиво для публикации. Мы с вами посмотрели, каким образом работать со сложными изображениями. Как можно при помощи текстурных фильтров, при помощи бинарных операций, даже сложную картинку автоматически обработать. Не всегда, к сожалению, это возможно, но как минимум понятно теперь последовательность которой подбирать параметры. И мы с вами смогли рассмотреть, каким образом можно посчитать какие-то структуры внутри других структур для дальнейшей работы. На этом наш сегодняшний семинар завершен. Если есть вопросы, задавайте. Следующий семинар у нас будет больше посвящен самим по себе фильтрам и яркостной составляющей наших изображений. Как с ней работать, как калиброваться, что с этого можно получить. Спасибо за внимание, и я еще минут 10 буду ждать ваших вопросов. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры!